Десятый год в преддверии 9 мая в России проводят акцию «Вальс Победы». В этом году к ней присоединились жители Люберец. Наша съемочная группа окунулась в атмосферу праздника. Концертную площадку организовали перед Домом офицеров не случайно. В годы Великой Отечественной и уже в мирное время здесь проводили военно-политическую работу, показывали фильмы о героях войны, давали концерты для военнослужащих. Все нравится. Праздничное настроение. Так приятно, что в Люберцах организовываются такие праздники для ветеранов, для жителей города. Это здорово. Артем Шарапов презентовал выставку предметов старины и искусства. В его коллекции более ста экспонатов. Малая толика сегодня здесь. На этой выставке можно увидеть предметы от конца 19 века до начала нулевых годов. Старшее поколение, когда посещает эту выставку, оно вспоминает это все с ностальгией. А молодые ребята, они узнают что-то новое и всегда радуются, удивляются. Вот, например, допустим, вот патефону там уже, печатной машинке. Для самых маленьких мастер-классы по изготовлению праздничных открыток и аппликации из бумаги «Голубь мира». Здесь мне очень сильно нравится, тогда я сделала колбаска, ну и подарю это бабушке. А в этом году ей исполнится 100 лет. В патриотической акции «Вальс Победы», которую проводит партия «Единая Россия», приняли участие более 20 творческих коллективов округа. В знак благодарности к ветеранам Великой Отечественной в ритме вальса кружились внуки и правнуки победителей. Все, вот это общее настроение, улыбки на лицах, это очень создает хороший фон для того, чтобы наши мероприятия, которые проходят по всей территории городского округа, максимально расширялись. 9 мая мы планируем провести 140 акций разной направленности. Во всех участках, частях городского округа будут проходить мастер-классы, праздничные концерты, просто встреча с ветеранами. Я поздравляю всех с нашим главным праздником, 9 мая. Всем хочется пожелать только здоровья, улыбок, мирного неба над головой, конечно, нашей победы. Всероссийскую акцию «Вальс Победы» в Люберцах провели впервые. И теперь она станет традиционной. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.